В арене «Металлург» состоялся масштабный праздник – фестиваль болельщиков «Братья по огню». Уникальное событие, подобных которому в городе еще не проводилось, собрало несколько тысяч самых преданных поклонников команды. За всем происходящим наблюдал наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Идея подобных мероприятий, конечно, не нова. Но сотрудники и руководители «Металлурга» вместе с надежными партнерами клуба нашли свое воплощение и подарили болельщикам несколько часов праздника. Здесь можно было и почувствовать себя лихим нападающим, который отправляет шайбы в ворота, и уверенным в себе галкипером, который не позволяет отличиться сопернику. А также увидеть славную историю хоккейной магнитки, застывшую в многочисленных фотоснимках и заново оживающую благодаря видеоподборке чемпионских матчей. Оставить искренние пожелания любимой команде, запечатлеть на лице эмблему родного клуба или российский триколор – это для самых маленьких, или сделать более аккуратной растительность на физиономии – это уже для брутальных бородачей. Многие с большой охотой стремились почувствовать себя водителем ледозаливочной машины или просто сфотографироваться на ее фоне. Идея, прежде всего, направлена на то, чтобы поощрить наших болельщиков, болельщикам, которые отдают частичку своего сердца команде, чтобы организовать для них праздник, чтобы они приобщились напрямую к арене, пощупали атмосферу арены, потрогали ее, вспомнили все наши чемпионские годы, зарядились еще больше энергии, чтобы еще больше, еще активнее поддерживать команду. А еще можно было на время стать настоящим игроком «Металлурга» и не просто переодеться в форму клуба для индивидуального постановочного фото, но и ощутить себя нападающим первого звена – полноправным партнером Сергея Мазякина и Яна Коваржа, ожидающим очередной игровой смены на скамейке запасных. Во всем этом, помимо традиционной развлекательной составляющей, именно сейчас есть дополнительный символизм. Шестой полевой, так нередко называют болельщиков, особенно нужен магнитогорской команде этой осенью, когда она переживает непростые времена. Это наоборот сплачивает и команду, и болельщиков, все вместе, и все едины. Потрясающий праздник, я думаю, каждый нашел для себя что-то, и для детей, и для взрослых. Отдельный участок чемпионской площадки был предоставлен участникам турнира по компьютерному хоккею – Кубок ХК «Металлург». В гости к ведущим магнитогорским игрокам приехали соперники из Уфы и Екатеринбурга. В числе самых заметных персон – шоумен и спортивный комментатор из столицы Башкортостана Азамат Муратов. Он настоящий энтузиаст киберспорта в России, а Уфа – одна из столиц компьютерного хоккея в нашей стране. Но не надо забывать, что в 2008 году на этой новенькой арене «Металлург» проходил тоже чемпионат России по компьютерному хоккею, и ваши парни приложили массу сил для того, чтобы этот турнир запомнился многим и надолго. Вы просто должны ощущать, насколько это было круто. Ребята играли не только в компьютерный хоккей, но и выходили на реальную площадку, поделились на команды «Восток» и «Запад». Здесь были гости со всей России. Тот чемпионат мы с теплотой вспоминаем. Ну а в нынешнем Кубке ХК «Металлург» Хазамат Муратов, игравший, кстати, командой Евгения Малкина «Питтсбург Пингвинс», вышел в финал и взял серебро, уступив бронзовому призеру Кубка мира Артему Шабалину из Екатеринбурга. Киберхоккеисты были последними из гостей, кто покинул гостеприимную магнитогорскую арену в этот вечер. А пока они проводили свои увлекательные матчи-плей-офф, самые стойкие из поклонников «Металлурга» вместе поддерживали любимую команду, которая в субботу завершала сложную выездную серию игрой в Сочи. Павел Зайцев, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.